Еще 12 автобусами большого класса пополнился Люберецкий автопарк. Это вторая партия современных низкопольных автобусов, которые получил Люберецкий филиал МОС Трансавта с начала года. Подробнее у моих коллег. В автобусах предусмотрено 29 сидячих мест. Общая вместимость 105 пассажиров. Салоны оборудованы системой климат-контроля, электронным указателем маршрута и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Предусмотрены места для колясок. Все автобусы, все 12, пойдут на маршрут 12-25. Это у нас самый востребованный пассажирами. Микрорайон разрастается. В основном у нас он идет до Новокосино, с улицы Вертолетная. То есть где наибольший пассажиропоток. Глава Люберец Владимир Волков пообщался с водителями, вручил им ключи от новых транспортных средств и осмотрел ремонтную базу. В мастерских выполняют токарные, электро- и шиномонтажные работы, переборку двигателей, ремонт радиаторов. Осталось на этом автобусе подтянуть хомутики, долить охлаждающую жидкость, антифрес, и машина готова в рейс. Алексей Чугунов работает на предприятии 28 лет. Начинал автослесарем. Теперь начальник смены. Машина поступает к механику ОТК. Механик составляет заявку. Заявка в электронном виде приходит к нам в ремзону. Потом поступает машина. Ставим в ремонт ее. Начиная от диагностики, диагностирует какие-то неисправности и заканчивая слесарными работами. Что необходимо, берем запчасти на складе, получаем. Мастера прикладывают все усилия, чтобы ремонт завершить быстрее. И автобус вернулся в строй. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.